18 апреля на Казачьей поляне в станице Азовской прошёл муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Мероприятие посвятили столетнему юбилею Северского района и 79-летию победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы района Марина Наумейко, атаман Алексей Подобный, председатель совета Владимир Захарченко. Участниками стали шесть сборных команд из разных школ района. Главное отличие этих игр от традиционной «Зорницы» – возраст участников. Им всего от 11 до 13 лет. Многие ребята участвовали в соревнованиях такого уровня впервые. «Многие волнуются, переживают. Это видно». Но, несмотря на волнение, ребята показали отличные результаты. Первым заданием стала строевая подготовка. После команды соревновались в прохождении полосы препятствий. Нужно было преодолеть дистанцию на время и показать свою меткость в стрельбе по мишеням. Но и это задание оказалось только разминкой. Дальше ребятам предстояло превратиться в сапёров и пройти по импровизированному минному полю. Кроме того, судьи оценили грамотность оказания медицинской помощи, надевания противогаза и действия команды при взрыве. В качестве передышки было несколько интеллектуальных заданий в виде тестов. Один из них – правильно назвать детали автомата Калашникова. Позже это задание отработали на практике. собрав и разобрав оружие. Организаторами и партнерами выступило районное казачье общество. Отделение движения первых, администрация района, управление образованием и северское отделение организации «Боевое братство». Главный судья Александр Леутский считает, старт новым соревнованиям дали отличный. Мы задали темп. Хотелось бы и, пользуясь опытом первых игр, развивать это направление и в будущих годах с привлечением большего количества участников, большего количества команд, чтобы была возможность проводить максимально массово и вовлекать детей в их здоровый образ жизни и в целом к патриотическому воспитанию. На Зорнице ребята проверили себя на силу, выносливость и умение работать в команде. Получили новые навыки начальной военной подготовки. Ученица Азовской школы номер один Лиза Коваленко поделилась с нами, какие умения стоит тренировать будущим участникам. «Заниматься больше, бегать, прыгать длину обязательно, подтягиваться». В полевых условиях – полевая кухня. Ребят накормили ароматной кашей, а после приступили к награждению победителей. Бронзу забрала команда 43-й школы станицы Сиверской «Спартанцы-23». Серебро завоевала дружина Невского из школы номер 16 посёлка Ильского. А победителями соревнований стал отряд «Восход-123» Северской школы номер 45.